Сегодня у нас в гостях известный фото журналист, он известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Пожалуй, его работы хоть раз видел каждый из вас. Почти три десятка лет он проработал в газете «Бийский рабочий». Сегодня продолжает сотрудничество с ведущими печатными изданиями «Края». Юрий Петрович Верещагин, член Союза журналистов России, лауреат губернаторской премии, награжден медалью за заслуги в труде и еще много чего. Я думаю, если мы все начнем перечислять, не хватит нашей передачи. Юрий Петрович, добрый день. Добрый день. Мы сегодня обсуждали с коллегами, и вы для многих являетесь таким примером фото журналиста, фотокорреспондента, на которого хочется равняться и работы которого запомнились на многие-многие годы. Скажите, а вообще, почему вы решили взять в руки фотоаппарат и как это произошло? Я не могу честно сказать, что это мечта детства, как вот у некоторых. Вот это была моя мечта детства, и всю жизнь эта профессия этого человека сопровождает. Что журналистика моя мечта детства, я не могу сказать, она не была мечтой. Моей мечтой была это художник или театр. Закончив школу поступить в Московский университет искусств на заочное отделение режиссер народных театров, я начал работать в Станбехтемирской библиотеке. Работая в библиотеке, а затем в клубе, в силу своей работы того времени, это прежде всего ты не зав. библиотекой, не зав. клубом, а ты прежде всего агитатор, пропагандист передовых опытов и всё. Поэтому приходилось много выпускать стен газет, писать о передовиках, фотографировать их, оформлять стен газеты уже фотографиями, молнии выпускать, готовить агитбригады для выезда на полевые станы, на фермы, везде, всюду. И постепенно вот эта вот фотография, и сопровождая текстами о каких-то передовых людях, я озадачился целью попробовать отправить в районную газету «Ленинский путь» материал, там репортаж стенокоса. Вот. Я отправил через некоторое время, хотя газету мы получали в семье, и вообще много периодики выписывалось по тем временам, я получаю газету со своим материалом, причём обширенным, несколько фотографий с подписью автора, всё. Это, знаете, что-то какое-то вот в душе появился, какой-то толчок, и у меня какое-то такое вот озарение, что ли, нашло, что «А следующая газета без моего материала не выйдет». Я тут же сажусь, пишу материал о ветеране колхоза. Вот. Отправляю, материал проходит. И уже так достаёшь из почтового ящика трепетно газету, что ты должен здесь отпубликоваться. И когда разворачиваешь, ты видишь, что твой материал прошёл, это вообще невообразимое было счастье и удовольствие, радость. И вот поэтому вот эта работа в клубе и деятельность вот с гидбригадами, молниями, стенгазетами, всё, она как-то незримо подтягивала к тому, что, ну, фотографировать и писать. А как судьба вас связала с главной на тот момент газетой города Бийска, Бийска Советского, Бийский Рабочий? Как это произошло? Ну, Бийский Рабочий. Я пришёл в 1980-м, 12 лет отработав в Ленинском пути, которая сейчас моя земля. Вот. После длительных уговоров руководства города. Газеты тогда же, они были органом партийным. Массового сознания, я бы так сказала. Партийным органом. Поэтому партия распределяла кого куда. Вот. И поэтому, видя уже успехи в районной газете, газета Бийский Рабочий, она и по тиражу, и по статусу она как-то выше уже была. И вот в 1980-м году я перешёл в Бийский Рабочий. Вот почти 30 лет был связан с этой городской газетой. Постепенно, значит, уже появились первые успехи на краевых конкурсах. Я там стал занимать первые места среди фото-корреспондентов края. Вот. В крае на это обратили внимание. Ну, я просто согласился быть внештатником. И я выполнял задание «Алтайской правды» внештатником, то есть выписали удостоверение молодёжи Алтая. И я по району ездил на мотоцикле, собирал материалы и делал работы в Бийском Рабочем. А скажите, вы бессменный фотокорреспондент шукшинских чтений на Алтае. Помните ли вы первый ваш выезд туда? С какими людьми вам удалось повстречаться? И вообще, за эти годы шукшинские чтения как-то изменились? Вот, на ваш взгляд, именно через объектив, так скажем? Ну, конечно, шукшинские чтения изменились. И очень сильно. Если вспоминать первые шукшинские чтения, октябрь 1976 год. Октябрь? Шаровский кинотеатр «Катунь». Вдоль кинотеатра столы расставлены, гости присутствуют. Там представители крайкома партии, крайисполкома, писательских организаций краевых. Мама Марии Сергеевны, мама Василия Макаровича, сестра. Ну, поскольку эти чтения проводились первый раз, и они, как бы, ну, как говорится, первая она всегда как-то неизведанная, интересная и всё. Поэтому было как-то необычно, и оно напоминало больше какое-то такое собрание. По сиделке. В сельском клубе. Когда представитель краевых органов начал выступать с докладом о достижениях края в области животноводства, полеводства и прочее. То есть шукшиным-то и не пахло. Они сами, чтения с годами, они изменялись, они расширялись, они наполнялись новыми такими интересными гостями. Они уже переросли в рамки краевых чтений, они стали всероссийскими. А сейчас можно назвать уже последние годы мировыми, потому что и из ближнего, и дальнего зарубежья гости едут. И вот первые чтения, которые проводились эпизодически, значит, гости, которые приезжали впоследствии уже в рамки краевых сделали, потом всероссийских, они приезжали, первая остановка была, это Бийская, и обязательно в Бийске проходили мероприятия. Они в горсаду, на площади, вот где сейчас Вечный огонь, здесь на площади проходили чтения, у кинотеатра «Родина». И эти гости перед тем, как попасть в Сростки на основные мероприятия, они побывали в Бийске, здесь на праздники, а уже на следующий день они уезжали в Сростки. Что сказать о Сросткинских чтениях? То тогда не было такого. Ну, привозили гостей, значит, на Сростках, они выходили из автомобилей, автобусов, кто на чём и доставляли их. Вот, в основном на автобусе от гостиницы центральной. Вот, писатели, какие-то именитые, известные уже. Люди не бежали, не рвали рубашки, майки на сувениры и прочие автографы. Спокойно гости рассыпались по пикету, они ходили, любовались красотами с Росток, Катунью, Бабырганом, панорамы этой великолепной, видами с пикета. Опираясь на свой такой богатый опыт, что бы сегодня Вы посоветовали начинающим фотокорреспондентам? Знаете, вот сейчас, конечно, техника современная во многом упростила работу и фотокорреспондентов, и телеоператоров, и кинооператоров. То есть, всё это цифровая техника, не нужно ни о чём думать. Значит, не надо экономить плёнку. Плёнку, да. Писучие журналисты снабжены также техникой, которая может записать всё. А тогда приходилось всё это в блокнот записывать или хранить в голове. То есть, твой мозг был как накопитель. Если материал в событии, то этот материал в голове должен, а потом его изложить на печатном листе. Поэтому вот и уже все эти годы работы в газетах, они как бы настраивают и подталкивают к такому направлению, что каждый журналист, будь то фото-журналист или писучий, он должен просто уважительно относиться к своим героям, к людям, о которых ты пишешь, о которых фотографируешь, о которых ты снимаешь на телекамеру. Просто уважительно. И люди тебе отплатят добром и доброй памятью. Юрий Петрович, ваша большая часть трудовой деятельности связана с Бийском, А есть у вас какие-то любимые уголки Бийска? Любимые? Вы знаете, я просто влюблён, можно сказать, в улицу Советскую. Почему? Потому что отчасти маленько детские годы прошли на этой улице. Мы не жили в городе. У меня жила моя родная тётя на улице Советская, Советская 54, в частном доме. Когда появился театральный дом, вот, рядом с театром, я туда меня водил муж моей тётушки в кулинарию за вкусной выпечкой, в бакалею за вкусными конфетами, театр, рядом с театром, где вечный огонь. Вот у меня сейчас большая фотография, она просто перед моими глазами в моём рабочем кабинете дома стоит. Там была летняя веранда на месте нынешнего мемориала славы воинам Битчанам. Была летняя веранда. Она зелёного цвета, резные такие были. Мужчины там собирались, ну, посидеть за чашечкой чая там, пивко. Вот. А мы, ребятишки, играли там в песочнице, крутилки разные были. Вот. Потом эта улица Советская начала входить в меня через городской сад. Вечером танцы. Звуки музыки, духовой. Мы со сродным братом бежим туда. И слушаем музыку. Рядом стадион был «Авангард». Там футбольные матчи. Мы лезем на деревья, на заборы, сидим, как воробьи, смотрим футбол. Потом уже более взрослеем и сталкиваясь чисто профессионально с улицей Советской, как уже исторической улицей, наполненной такими зданиями массой исторических. То она уже стала для меня вообще неотъемлемой. Вот. Бывает день, ничего не хочется делать, ничего. А просто встать и пойти на Советскую. И пройти ее всю. Вот и до. Юрий Петрович, спасибо большое за интересную беседу, за такой экскурс в историю. Сегодня мы говорили с человеком, влюбленным в город Бейск и в его жителей. Вы смотрели программу «Деловой разговор». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова